Рассмотрим два графа. Они получаются так. Синий угольник. В одном случае проведены самые короткие диагонали, которые отсекают от него треугольники, а в другом случае проведены диагонали, которые от него отсекают четырехугольники. И заморфим ли вот этот вот граф? То есть можно ли здесь расставить буквы таким образом, чтобы, если здесь стоят какие-то две буквы и есть ребро, то между соответствующими буквами там тоже было бы ребро. И наоборот, если нет ребро, то и там бы нет. Можно. Для того, чтобы это сделать, посмотрите на дополнение. То есть посмотрите, какие ребра не проведены на этой картинке. Давайте я пунктивно нарисую. Скажем, точка F не соединена с точками для B и C. Видите? И, собственно, со всеми остальными она соединена. Значит, если я нарисую все отсутствующие ребра, то я на этой картинке получу цикл. А теперь поймите сюда. Если я здесь, скажем, вот из этой точки, нарисую отсутствующие ребра, то то же самое. Получу цикл. Поэтому я могу сделать очень просто. Начать с произвольной вершины. Ну, например, с точки A. И любую из этих точек назвать точкой B. Точка A здесь и точка A здесь. После этого смотреть, с какими точками не соединена точка A. В данном случае с точкой E и с точкой D. Отлично. А на этой картинке с какими точками она не соединена? Вот с этой точкой не соединена и с этой. Отлично. Значит, я куда-то пишу D, а куда-то пишу E. Хорошо? Теперь, точка D не соединена с точкой A и с точкой G. Замечаете? Здесь она не соединена вот с этой точкой. И еще с этой, наверное, не соединена вот с точкой G. Значит, сюда я пишу G. И так я пойду дальше. Смотрю на точку G. Она не соединена с D и с C. Здесь точка G не соединена с D, значит, я сюда пишу C. Точка C не соединена с точкой G и с точкой F. Так, с G, значит, сюда я пишу F. Недолго осталось. Точка F вот на этой картинке не соединена с точкой B и с точкой C. Здесь вот она не соединена с точкой C и с точкой B. Все. Я расставил все руку. Теперь проверяйте. Берите любые две точки. Например, А, B. Здесь соединены, а здесь тоже соединены. А, C. Здесь соединены, а здесь соединены. А, D. Здесь не соединены, а здесь не соединены. А, E. Здесь не соединены, а здесь не соединены. А, F и А, G соединены. Здесь у нас А, G и А, F тоже соединены. Подождите, я постоянно не буду проверять. Мне кажется, что уже достаточно убедительно, чтобы понять, что это действительно изоморфизм графов. То есть, смотрите, иногда, если в графе много ребер, то проще рассмотреть отсутствующие ребра и картинка упрощается. То есть, в данном случае отсутствующие ребра образуют просто цикл на семи вершинах. И здесь то же самое. Отсутствующие образуют цикл на семи вершинах. Хорошо. Следующий пример. Давайте рассмотрим привычный кубик. Самый обычный кубик. И более хитрый граф. А именно, двудольный граф, в котором проведены все ребра, кроме вот таких. То есть, смотрите, точку соединяем с тремя, эту соединяем тоже с тремя, эту не соединяем. С той, что под ней не соединяем, а с остальными соединяем. И, наконец, вот эту не соединяем, а вот эту вот соединяем. Отлично. Вопрос. Это один и тот же граф или нет? Можем ли мы как-нибудь проставить буквы? Ну, давайте, скажем, здесь будет у меня А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х. Вот я поставил буквы в нижнем графе. Давайте думать, существует ли способ проставить их здесь. Ну, смотрите. То есть, точка А соединяем с тремя. Значит, логично взять сюда, поставить точку А, и вот эту вот Ф, Ж, Х написать сюда. А, Ф, Ж, Х. Согласны? И, собственно, поскольку общимметричная фигура, то, по сути, по-другому ничего и быть не могло. Хорошо? Теперь, если у меня есть А, Ф и А, Ж, то точки Ф и Ж еще соединены, обе, только с точкой Д. Поэтому я сюда обязан писать букву Д. Точно так же А, Х и А, Ж дают точку Б. Вот в этом месте. И дальше А, Х и А, Ф. А, Х, вот это вот А, Х, вот это вот А, Ф, чтобы точки Ф и А были соединены с какой-то, это точка С. Замечательно. Значит, вот это вот обязательно будет точка С. Хорошо? Теперь, собственно, нужно найти всего лишь одну точку. Это точка, которая соединена с Б, с С и с Д. Смотрим. С Б, с С и с Д соединена точка Е. Смотрим на куб. Из каждой точки выходят три ребра. И здесь, и здесь. Ну, проверяйте, скажем. Точка Е соединена с Б, с С и Д. Только что соединяем. Точка Ф соединена с А, С, Д. Точка Ф соединена с А, С, Д. Вот, все. Отлично. Точка Ж соединена с А, Б и Д. Точка Ж соединена с А, Б и Д. И, наконец, точка Х соединена с А, Б, С. Х соединена с А, Б, С. Отлично. То есть, когда мы изучаем такой граф, он получается из полного угольного графа, вычеркиваем вот этих четырех ребер, то мы на самом деле изучаем кубик, а просто граф, состоящий из ребер куба. Граф, у которого 7 вершин, и другой граф, у которого тоже 7 вершин. Вот эти пересечения, это не вершины, а вершины только те точки, которые я жирно здесь выделил. Как Вы считаете, эти графы изоморчные или нет? Давайте посмотрим на степень вершин. Здесь вот 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3. А здесь степень какая? Выходит 3 отрезка сюда и сюда. 6. Отлично. А здесь какие степени? В центре 6, остальные 3. Да. Замечательно? Если смотреть на список степеней вершин, то одно и то же. Ясно ли, что при изоморфизме вершина степени 6 обязана перейти к вершине степени 6? Да. Да. По-другому просто быть не может. Правильно? Потому что она одна. Вершина степени 6 одна. А теперь смотрите. Если у нас есть замочный граф, и мы знаем, что вершина степени 6 обязана перейти к вершине степени 6, то мы можем ее стереть, разумеется, вместе со всеми выходящими из нее. И в одном случае у нас получится цикл, а в другом случае, что осталось от графа при затирании этой центральной вершины? Два цикла. А цикл и два цикла – это разные графы. То есть бывает, что список степеней вершин один и тот же, но при этом графы не изоморфтные. Еще изоморфтные графы нет. Давайте посмотрим сначала степени вершин. Здесь вот вершины степени 3, 4 штуки. Здесь вершины степени 3 тоже 4 штуки. В других вершин степени 3 нет. Так? Ну, теперь вопрос – изоморфтная графа или не изоморфтная? Нет. Потому что вершины степени 3 здесь образуют цикл, а здесь два отдельных репа. Все. То есть графы не изоморфтные. Правильный восьмой угольник, в котором проведены диагонали. Ну, понятно, что они, конечно, если точно пересекутся все в одной точке, но мне это как раз сейчас не нужно, потому что я хочу сказать, что вершинка у этого графа 8. Вот это вот восемь вершинка. Вопрос – этот граф – изоморфтная губа или нет? Вершин – восемь. Из каждой выходят три ребра. Ну, наверное, имеет смысл просто начать действительно ставить буквы. Ну, вот опять ставим в произвольное место А. Куб симметричный, поэтому он не имеет значения. Теперь смотрим, куда ставить точку В. Смотрите, здесь есть квадрат АЖБХ. А здесь АЖ… видно, что сюда, да? В, В. Хорошо. Теперь смотрим на такую. А, Ж, Д, Ф. А, Ж, Ф, значит, Д – сюда. Так. Для точек Д и Х какая с ними соединена? На этой картинке нет точки, которая была бы соединена с точкой Д и с точкой Х. А, Ж. Все незамужное. Хорошо. Вот граф. Вот это не вершина. Это тоже не вершина. Вершин – всего десять штук. Я сейчас нарисую еще, очень похожий на него, например, вот такая картинка. Рисуем правильный девятиугольник, у которого есть центр. Вот это вот три. Теперь надо здесь везде поставить еще по две точки. И тогда это уже будет девять. Вот, теперь надо соединить вот так вот. Следующая картинка. Шестиугольник, в котором расположен треугольник и центр. А теперь соединяем центр с вершинами этого треугольника. Дальше вот так вот наискось соединяем. Здесь соединяем. Вот так вот. Проводим вот такие вертикальные отрезки. Пересечения – не вершины. И соединяем вот так. Вот получился еще один. Рисовал шестиугольник. Взял центр, соединил с тремя вершинами. Разделил это пополам. И теперь вот из этой точки я рисую противоположную. Из этой точки то же самое. Я рисую ей противоположную. Вот так вот, да? И из этой точки я рисую сюда. Вот получился граф, в котором в степени всех вершин равны трем. Вершин десять штук. Вот на доске нарисованы четыре графа. Ну, давайте еще нарисую наш стандартный граф Петерсона. То есть, помните, да? Пятиугольник, в котором стоят еще вот так вот пять точек. Здесь звездочка. И здесь вот так. Теперь на доске уже пять графов. Вопрос. Какие из них безомощные? Какие? Какие из них похожи друг на друга? Заметьте, вершин всего десять у всех. Из каждой вершины выходят три ребра. Но выглядят они, в общем, по-разному. Оказывается, что все это нарисовано один и тот же. И мы с вами сейчас должны установить заморфит. Для того, чтобы это сделать, давайте я напомню, собственно говоря, как мы нумеровали вершины графа Петерсона. Ну, можно, конечно, буквами, а первые десять букв в латинском алфавите или как-нибудь так. Но это тяжело, потому что помнить, какие средины и какие не средины трудно. Стандартная нумерация происходит из-за того, что граф Петерсона естественно нумеруется двухэлементными подмножествами, пятиэлементными множествами, которые соединены, если не пересекаются. Напомню, это у нас уже было. Ну, давайте начнем в произвольном месте. Вот скажем, если это будет один-два. Дальше будет, например, два-три. Они не соединены, потому что двойки тут и тут, да? Дальше три-четыре. Дальше четыре-пять. И здесь, соответственно, один-пять. Проверяем. Один-пять и два-три не пересекаются. Один-пять и три-четыре не пересекаются. Четыре-пять – это все замечательно. Теперь очень легко понять. Смотрите, два-три не пересекается с один-пять, один-четыре, а еще с чем не пересекается? Какое еще есть двухэлементное множество, с которым два-три не пересекаются? Один-пять. Один-четыре, а еще четыре. Замечательно. Поехали дальше. Здесь три-четыре, четыре-пять. Значит, сюда пишу три-пять. Напротив три-четыре что стоит? Один-два не пересекается с ним, один-пять не пересекается. Значит, сюда пишу два-пять. Здесь у нас четыре-пять не пересекается с один-два и два-три. Сюда разумно написать один-три. Один-пять не пересекается с два-три и три-четыре. Сюда разумно написать два-четыре. Вот. Вот естественная нумерация вершин графа Петерсона. Если вы берете любые две вершины, соединенные ребром, то цифры разные. Если, наоборот, цифры где-то пересеклись, то ребра нет. Отлично. Так мы теперь должны пройти по этим картинкам и сделать то же самое. И это легко. Вот. Здесь есть пятиугольник. Давайте возьмем внешний. Дело в том, что они по сути все одинаковые. Это же получилось из ДДК, а у ДДК это все крайне одинаковые. Давайте возьмем вот этот внешний пятиугольник и пройдем здесь по ребраму. Три-пять. Вот можно два-четыре? Один. Почему два-четыре? Нет. Вот там должно быть где-то три-пять, два-четыре. Почему? Потому что я так вижу. Да пожалуйста. Чтобы было совсем уже на картинке. Хорошо. Два-четыре. Три-пять. Один. Четыре. Один. Здесь у нас два-пять. Здесь один-три. Отлично. Пятиугольник простаемый. Вот теперь смотрите. Один. Четыре. Три-пять. Два-пять. Значит что сюда писать? Очевидно два-пять. Да? Правильно? Угу. Здесь вот у нас один-три. Один-четыре. Сюда пишем три-четыре. Здесь два-пять. Два-четыре. Значит здесь четыре-пять. Здесь три-пять. Два-четыре. Один-четыре. 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 Значит здесь два. Вот здесь. Один-четыре. Один-четыре. Четыре-пять. Один-четыре. 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 Так. На каждом ребре должны стоять непересекающиеся множества. Стоят? Да. Стоят. Замечательно. Ну, господа, ровно то же самое. Надо сделать во всех остальных случаях. Давайте возьмем пятиугольник. Представьте себе, что это вот этот пятиугольник. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 4, и здесь 2, 5. 1, 4, вот здесь вот 3, 5, 2, 5, значит здесь вот 2, 3. Хорошо. 2, 4, 3, 5, 1, 3, значит здесь 1, 5, 5. Так, 1, 3, 2, 4, 2, 5, значит здесь 4, 5. Здесь 2, 4, 1, 4, значит здесь 1, 2. Проверяйте. Последнюю точку. Какую последнюю? А, вот эту. Вот эту точку. Что ж надо ставить? Какое множество еще не было? 3, 4. 3, 4. С этими не пересекается. Отлично. Вот пятиугольник. Хорошо? Здесь 1, 3, 2, 5, 1, 4, 3, 5, 2, 4. Хорошо. Ну, дальше мы уже все пункты. Вот здесь вот из 2, 5 выходят в 1, 3, 1, 4, значит здесь 3, 4. Из 2, 4 выходят 3, 5, 1, 3, значит здесь должно быть 1, 5. Из 3, 5 выходят 2, 4, 1, 4, значит здесь 1, 2. Из 1, 2 выходят 3, 4, 3, 5, значит здесь должно быть 4, 5. И вершина, которая не пересекается, не снимет 2, 3. Сделал? Сделал. Что осталась последняя картинка? Где здесь найдем пятиугольник? Давайте вот этот. 1, 2, 3, 4, 5. Так, это у нас будет 1, 3, 2, 5, 1, 4. Я взял пятиугольник с этой картинки, а все остальное уже автоматически выстраивается. Здесь 3, 5, 2, 5, значит здесь будет 2, 3. Здесь вот 2, 4, сегноз 1, 3, 3, 5, значит надо сюда писать 1, 5. 1, 5, сегноз 2, 3, 2, 4, значит здесь будет 3, 4. 1, 2, 3, 4, сегноз 2, 5, 1, 5, значит здесь в центре будет 1, 2. 1, 2, 1, 2, сегноз 3, 5, 3, 4, значит здесь будет 4, 5. Все? Заметьте, пока мы не расставили вот эти вот пары цифр, было совершенно не очевидно, что эти графы, это на самом деле тот же граф. То есть даже для небольшого количества вершин, всего 10, и в общем ребер не так много, из каждой вершины выходит всего 3 ребра, разобраться в уме довольно тяжело. Спасибо. 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 Спасибо.